Ветераны и действующие военнослужащие в это воскресенье отметят день военно-морского флота. Праздник начнут в половине 11 утра митингом у памятника Александру Третьему. После этого моряки пройдут по Михайловской набережной. Их ждет концерт и традиционные флотские состязания. Накануне Вероника Иванова встретилась с новосибирскими ветеранами флота. Вся жизнь Валентина Гавриловича связана с флотом. В молодости упорная служба, позже многолетнее наставничество в речном училище. Моряков в Сибири много. У Новосибирского морского собрания отделений по области больше, чем в некоторых приморских регионах. Там рассказывают школьникам о службе и подвигах в флотском вооружении страны. В руках ветерана макет корабля середины прошлого века. Приходилось ходить в плавание и на таком. Он очень узкий, стремительный. Такое впечатление производит, что он разрезает волну. Устремляется. Устойчивый. Поэтому он многие-многие годы был в составе наших военно-морских сил. Сегодня Валентин Гаврилович предпочел бы современную атомную субмарину. Когда-то служил на дизельной. В коллекции даже есть модель одной такой. Настоящий корпус подводной лодки «Новосибирский комсомолец» стоит в Подмосковье. Как музей. Ветеран мечтает, чтобы отработанный старый корпус подлодки установили и в нашем городе. Доставить такую можно по северным водам, через Обскую губу и по Оби. Только стоит для общественников такой музей дорого. В день ВМФ 28 июля ветеранов флота и всех неравнодушных приглашают на набережную. Откроют праздник в парке «Городское начало» у памятника Александру Третьему. Именно ему принадлежат слова, что у России есть два союзника – армия и флот. Участники праздника пройдут до конца Михайловской набережной, до мемориала морякам-морячникам, отдавшим жизнь за Отечество. Представители морского собрания уже не первый год обсуждают возможность перенести мемориал в другое место. Дело в том, что сейчас закладной камень окружен увеселительными, можно сказать, объектами. Это аттракционы, кеолски с едой. Однако есть и другой аргумент. Ведь это место знают не только ветераны, но и те, кто приезжает, гости города, которые хотят возложить цветы, вспомнить своих товарищей. Продолжением праздника станет концерт и спортивные состязания. Мэрия обещает нам концерт. Здесь, прямо перед собравшимися ветеранами, пришедшими сюда на праздник. И у нас в этом году новшество небольшое. Мы очень бы хотели, чтобы наши ветераны приняли участие в традиционных флотских соревнованиях по перетягиванию каната. Есть предложение по флотам, чтобы пришли, чтобы, может быть, уже подготовились группы. И по армрестлингу. Символично, что именно в этом году на воду планируют спустить современную атомную субмарину «Новосибирск». Вероника Иванова, Дмитрий Канн, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра. Спасибо.